серёг как называется то что ты робишь копание земли ветвины молотком тебе подобается согревая организм на привет друзья у нас сегодня немножко снежок выпал смотрите и мало того что появилась задача почистить двор дорожки так вот появилась еще другая задача мы не можем работать по наружу нужным объектом сейчас потому что ночью холодно минус 10 минус 12 а днем минус 5 но это тоже такая какая-то погода вот утром приезжаешь на объект там минус 8 и понимаешь что как только ты кран закроешь с водой шланги перемерзают вода в оборудовании прихватывается и на этом работа заканчивается начинаются беготня с разморозкой фенами тенами подогревами воды ну в общем пока у нас есть задача на базе которые мы можем выполнить мы вот такие моменты по объектам пропускаем объясняя заказчику это тем что не хотим мы работать при температуре ниже минус 5 и пока у нас есть эти пару дней я вам покажу чем мы занимаемся мы расширяем границы наш наших территорий расширяем территорию базы купили еще один участок соседей это здорово в общем будем мы семидесятым перфоратором вот таким чудо буром землю ставим на распорочки на раскосы столбики варят ребята перегородки под профнастил глубина там порядка 90 сантиметров переносим забор на 20 с лишним метров добавляем 5 соток нашей территории я думаю нам эта территория пригодится в дальнейшем если у вас есть мысли как мы будем использовать напишите в комментарии а если мыслей нет то я вам обязательно расскажу но чуть попозже в следующих видео но это не все у нас есть еще одна операция интересная я вам это тоже сейчас покажу чем мы занимаемся в холода продолжаем тему с деревянным перекрытием вот такое у нас будет еще одно помещение площадью 110 квадратных метров если вы уже знаете зачем она нам напишите в комментарии а пока мы зашиваем деревом закончили выставлять балки деревянные зашиваем сороковой доской и как мы это делаем мы это делаем через такую ленту интересно сейчас покажу 5 миллиметров толщина ленты зачем через ленту чтобы убрать вибрации потому что доска это сырая она конечно высохнет и появится щели но при таких прыжках не должно быть скрипом никаких я думаю это лента нам поможет убрать эти скрип а вот зачем снизу стоят стойки опалубки напишите в комментариях что мы будем за разрубить Деволт или Интерскол? Деволт Деволт? Полтора секунда 1,75 1,5 С Деволтом все ясно Осталось определиться С Интерсколом 1,7 1,5 Или я позже нажимаю? Давай еще раз 1,8 Ну в общем разницы никакой нет Размеры есть? Могоньки и важки Разница в размере есть Разницы в скорости нет А есть А ну-ка поменять Меняем оператору 1,78 1,99 1,7 Ну все равно 1,7 Теперь Дима плюс Деволт О, отлично 1,42 Ты в пустоту крутишь? А-а-а-а Ты в пустоту крутишь? Да в пустоту Последних 5 шурупов Последних 5 шурупов в пустоту Поэтому Дима выигрывает 5 штук, да? В общем есть теория В общем есть теория Что Деволт лучше Потому что легче И потому что на четверть секунды Быстрее на одном шурупе А так как у нас шурупов Порядка 3,5 тысяч зайдет сюда В доски То конечно это существенная разница Если крутить Деволтом То это на 15 минут быстрее Чем если крутить интерсколом Весь этот объем Ну а так как мы их комбинируем То всего 7,5 минут потери времени Ну дай попробуем Дерметалла вообще классная О, классно Да Дерметалла и сама досада Классно calories ??? Какой ! Играет музыка. Кинец Рабочего дня Друзья, ну неделя прошла Пол у нас зашит У нас появилась целая плита перекрытия Можно сказать, деревянная Площадью 110 квадратов Но вы так и не написали Для чего я это делаю Напишите ваши догадки Благодарю за просмотр Продолжение в следующих видео